всем привет сегодня разбираю трешку в народных кварталах от атомстрой комплекса и слава богу она одноуровневая поехали ну что начинаем со входа заходим и попадаем в прихожую прихожая ну вроде как более-менее нормального размера примерно так метра 3-4 квадратных ну как-то там разместимся ладно хорошо перед нами шкаф и опять как и в прошлых во всех больших квартирах от народных кварталах шкаф маленький лично для меня не знаю как для вас ну даже если этот шкаф метр восемьдесят а он здесь явно не больше этого мало для семьи 3-4 человека если вы со мной не согласны берите рулетку и идите меряйте свою верхнюю одежду и пишите в комментариях такой у вас шкаф или какой он вообще у вас в прихожей и вообще какой вам нужен метр-два-три на всю вашу семью и еще с учетом того что иногда гости приходят и их одежду тоже нужно куда-то повешать повесить дальше общее пространство мне кажется что все здесь делалось под копирку как и в четырешки как и в другой трешки кухня-столовая это называется 25 квадратных метров здесь комната вагон вытянутая в одном торце окно в другом торце кухня она будет темная потому что вы будете стоять спиной к окну лицом в стену вот удовольствие это лицом в стену готовить но кстати вы не расстраивайтесь вы здесь готовить не будете потому что кухня там маленькая она вот такусенькая идете в магазин покупаете готовую еду приносите разогреваете и на стол потому что готовить здесь что-то для большой семьи вряд ли получится кухня три метра котов где холодильник 60 сантиметров занимает 60 варочная поверхность 60 мойка это уже получается метр восемьдесят мы выкинули метр двадцать осталось свободной поверхности половины из которой вы займете чайник тостер комбайн там что-то еще 60 у вас останется дай бог на котором вы будете что-то резать я уж не говорю что там нужно что-то поставить куда-то переложить что-то это а кто так строит где комфорт обещанный нам где он я хочу большую кухню мать вашу я люблю готовить кто так строит кто так строит кто так строит ху с кухней разобрались идем дальше жилая комната номер один 16 квадратных метров сушки вот если подумать жилая комната 16 квадратных метров вот она зачем такая когда у меня кухня столовая 25 с маленькой кухней чем не сделать жилую комнату 12 а 4 квадратных метра отдать в пользу кухне столовой вот чё так не сделать например ну да ладно это вопрос риторический а у нас комната 16 квадратных метров само по себе это хорошо а комната вытянута и это не очень хорошо и ширина я уже про это говорил менее трех метров это значит что стены будут на вас давить просто физически вы будете ощущать давление этих стен ну может кому-то наоборот это хорошо и и он будет чувствовать себя комфортно ну ладно идем дальше жилая комната прикол 00 квадратных метров здесь написано но видимо какая-то опечатка в буклете это же буклет но вот тут 00 квадратных метров но бывает ну вот как то вот интересно как они это рассказывают жителям покупателям которые говорят так ну-ка вычитаем вычитаем из общей площади мы читаем будете вычитать не будете ну ладно так ребята что я здесь вижу я здесь вижу прямо на входе прямо напротив входа столб ну то есть я захожу в комнату и прямо так столб упираюсь это что такое это это как это зачем блин это тоже какой-то компромисс который мне придется имелись ну то есть это мне нужно как-то напрячься подумать как оформить эту колонну кто-то там начнет угловые вот эти вот полочки лепить с этими вот сувенирами привезены трясет сразу вот угловые полочки которые знаете вот из дсп и которые вот такой вот кромка такая которая сверху налепливается вот это вот вот это вот вишневого цвета еще вот это вот и вот вы мне предлагаете вот то есть вы уже программируете людей на это понимаете вот вы их вы их заставляете это сделать то есть вы вы не пытаетесь сделать чтобы вот им было хорошо приятно и красиво а вот вы прямо вот вот это делайте закладывайте делайте вот эти полочки вот эти делать это же прекрасно угловая полочка какое спокойно кто-то найдет в этом плюс я уверен кто-то поставит вторую колонну посмотрите как прекрасно они центруются напротив кровати кто-то специально прямо построит из гипсокартона я прямо даже вижу как это будет выглядеть вот я прям в этом уверен что зайдет дизайнер скажет вот я прямо это вижу мы сейчас поставим здесь вторую колонну а между ними мы сделаем полочки все полочки 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 ааааа да и там декор дико и там вот эти лампочки вот это все будет светиться вот это ниша вот это и будете лежать вот этим любоваться фу какая гадость и это вы вы закладываете это в планировку так и следующая комната это жилая комната 16 квадратных метров она тоже вытянутая длинная но зато с двумя окнами ну вот в этом варианте два окна и это кстати говоря классно когда вы видите квартиру с двумя окнами или это угловое окно это всегда супер потому что это больше света это больше воздуха и больше ощущения простора понимаете да то есть вот второе окно это прямо респект так что вот тот кто будет жить в этой детской комнате чувак тебе повезло прямо у тебя много света будет и прям много комбинаций как можно мебель расставить прям вообще молодцы атом зачет в ванной и комнаты три квадратных метра и 48 квадратных метра ну как бы я уже это все прокомментировал в роликах ранее потому что три квадратных метра это ну все-таки маловато конечно можно этим пользоваться базару 0 можно зайти и в туалет сходить и руки помыть и в душевую но мы же говорим о комфорте да то есть давайте вспоминать что нам говорил главный идеолог кузнецов он нам говорил ребята мы проектируем так чтобы без компромиссов знаете чтобы тут не считаться с какими-то там компромиссами мы проектируем так чтобы было комфортно и комфортное жилье доступно всем жителям города екатеринбурга но как бы по деньгам это наверное будет доступно многим если сравнивать с другими застройщиками да но тут уже столько компромиссов мы насчитали что ну прям я не знаю ну как то вот ну это некомфортно это некомфортно если подытоживать по этой квартире то ну как бы стандартная планировка которую мы встречали в панельных домах ребята помните да вот эти распашонки я их называю еще планировка пистолет ну она похожа на пистолет просто вот на две стороны планировка она очень напоминает ее просто она немножечко раздута в 104 квадратных метров можно сделать прекрасную удобную и комфортную планировку я вот просто уверен сам таки и делал так что давайте тут как-то надо поднапрячься в будущем паша репин сказал что вам надо там три тире пять лет что но какие-то изменения ничего но они уже есть уже в лучшую сторону так что мы все вас верим давайте только вперед а чё вы все все ролик закончился лайк ставьте подписывайтесь на канал там колокольчик жмите всем пока все